Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока — система права РФ. Если во время предыдущих занятий мы говорили с вами о праве вообще, то сейчас мы рассмотрим эту ситуацию применительно к Российской Федерации. В настоящее время в мире существуют две основные правовые системы. Романа Германская, называемая также континентальной, и англосаксонская. Российское право относится к романо-германской правовой системе, а это значит, что в нем существует жесткая иерархия источников права. Рассмотрим с вами иерархию российского права. На первом, самом высоком уровне находится Конституция Российской Федерации. Она обладает высшей юридической силой. Это означает, что ни один закон, ни один подзаконный акт не может быть принят и действовать в России, если он не согласован с Конституцией РФ. Конституция Российской Федерации сама по себе образует специальную отрасль российского права, конституционное право. Об этой отрасли мы поговорим с вами позднее. На втором уровне находятся вступившие в силу международные договоры Российской Федерации. До их ратификации, то есть утверждения парламентом, они должны пройти обязательную проверку на соответствие принципам, изложенным в Конституции РФ. Пункт 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. С другой стороны, любой договор должен быть ратифицирован, а ратификация оформляется как обычный федеральный закон. Третий уровень в иерархии источников российского права занимают федеральные конституционные законы, или сокращенно ФКЗ. Они принимаются по наиболее важным вопросам, прямо указанным в Конституции РФ. Так, 70-я статья Конституции гласит, государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Нот и текста гимна в Конституции нет, но они установлены специальными ФКЗ. Другой пример. Пункт 3 статьи 128 Конституции РФ гласит, полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации и иных федеральных садов устанавливаются федеральным конституционным законом. Федеральный конституционный закон о конституционном суде РФ был принят еще в 1994 году, а остальные ФКЗ по данным вопросам до сих пор не были рассмотрены Государственной думой. Четвертый уровень составляют федеральные законы. Они могут приниматься как по вопросам, указанным в Конституции, так и по вопросам, которые Конституция не рассматривает вообще. Дело в том, что за те почти 20 лет, которые прошли с момента принятия Конституции, реалии нашей жизни значительно изменились. Например, появился интернет, а вместе с ним и новые юридические обстоятельства, такие как электронные торги, электронная подпись, электронные средства массовой информации и даже, к огромному сожалению, преступления, совершенные посредством электронных сетей. Все это требует принятия новых федеральных законов. На пятом уровне находятся указы президента РФ, а на шестом – постановление правительства Российской Федерации. Поскольку президент является главой государства, его нормативные акты в иерархии стоят выше, чем постановление правительства, так как правительство возглавляет только систему исполнительной власти. Важно отметить, что указы президента и постановления правительства обязательно должны быть согласованы с федеральными законами, федеральными конституционными законами, международными договорами и, разумеется, с Конституцией РФ. Если между источниками права разных уровней обнаруживается несовпадение, действует та норма права, которая с юридической точки зрения обладает большей юридической силой. За этим специально следит Конституционный суд РФ. Например, в 2005 году он подтвердил конституционность принятого по предложению президента указа об изменении порядка назначения глав субъектов Российской Федерации. До этого момента главы субъектов избирались населением, а теперь их назначал президент и утверждало законодательное собрание региона. Если бы Конституционный суд не вынес такого решения, закон требовалось бы отменить. Конечно, существуют и другие ступени иерархии права. Седьмыми будут приказы министров, ниже будут находиться решения коллегий министерств и руководителей государственных служб. Но все эти источники права должны обязательно быть согласованы с федеральными законами. Таким образом, первые четыре уровня в иерархии российского права составляют законы. Они принимаются парламентом или народом, как Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием. Законы обладают высшей юридической силой. Все остальные источники права называются подзаконными актами. Они обязательно должны соответствовать законам и издаются органами исполнительной власти в рамках их полномочий. Хотя законы могут приниматься и самим народом в ходе референдума, подавляющее большинство законов все-таки принимается Государственная Дума. Рассмотрим с вами стадии законотворческого процесса. Для того, чтобы закон был принят, нужно для начала написать его текст и направить его в Государственную Думу. Это право называется правом законодательной инициативы и обладают этим правом далеко не все. Пункт 1 ст. 104 Конституции указывает «Право законодательной инициативы принадлежит президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, правительству Российской Федерации, законодательным представительным органам субъектов Российской Федерации». Право законодательной инициативы принадлежит также Конституционному суду РФ, Верховному суду РФ и Высшему арбитражному суду РФ по вопросам их ведения. Запомнить, кто конкретно обладает правом законодательной инициативы в России, несложно. Им обладает президент, главы ветвей власти, а также региональные парламенты. Вы можете спросить, неужели демократично, что граждане РФ сами не могут написать какой-нибудь законопроект и направить его в Государственную Думу? Дело в том, что в России 145 миллионов граждан, и если хотя бы каждый тысячный из них напишет законопроект и заставит Нижнюю Палату рассмотреть его, то Государственная Дума будет делать это несколько лет подряд. А во-вторых, далеко не все граждане Российской Федерации обладают нужными юридическими знаниями для того, чтобы написать правильный закон. С другой стороны, у вас есть возможность заставить Государственную Думу рассмотреть проект закона, написанный лично вами. Для этого его необходимо направить к какому-нибудь субъекту, обладающему правом законодательной инициативы. Президенту Российской Федерации, члену Совета Федерации, которому вы доверяете, или тому депутату Государственной Думы, который вам нравится. Если он сочтет нужным, то такой субъект правозаконодательной инициативы внесет его на рассмотрение Нижней Палаты Парламента от своего имени. Деньги, правда, в этом случае не положены ни ему, ни вам. Каждый проект федерального закона Государственная Дума РФ рассматривает в трех чтениях. Первое чтение называется ознакомительным. В ходе него депутатам просто предстоит принять решение, будут ли они рассматривать данный законопроект в этой редакции. Может быть, закон на эту тему уже существует. Или закона нет, но он и не нужен. Или закона нет, он нужен, но представленный проект закона настолько плох, что лучше выбросить его и написать новый. Для того, чтобы законопроект был принят в первом чтении, необходимо, чтобы его поддержало 226 депутатов. Если же 226 голосов не набирается, текст законопроекта отправляется в мусорную корзину. Второе чтение – это самое долгое и самое сложное чтение. В ходе него вносятся поправки. После того, как законопроект был принят в первом чтении, он поступает в профильный комитет, и в этот комитет имеют право направить свои предложения все 450 депутатов Государственной Думы. По итогам внесения поправок составляются большие таблицы, где тот текст, который был изначально, правится на новый вариант текста. Каждую поправку Государственная Дума РФ голосует отдельно. Если к закону была предложена одна поправка, то она займет минуту или две. Если к закону предлагают две или большее количество поправок, то второе чтение может растянуться на час, два или даже больше. Есть законы, к которым вносятся сотни поправок. Каждый год Государственная Дума РФ принимает самый важный финансовый закон нашей страны – это федеральный бюджет на следующий год. К такому закону поправок может носиться огромное множество. В середине 90-х годов был случай, когда Государственная Дума вносила поправки в федеральный бюджет на протяжении семи месяцев без перерыва. Принятие всех остальных законопроектов в это время было остановлено. Технически это выглядит так. Спикер Государственной Думы ставит на голосование каждую поправку. После того, как судьба всех поправок будет определена, предлагается в целом принять данный закон во втором чтении. Возможно, вы видели когда-нибудь, как депутаты Государственной Думы аплодируют. Чаще всего это происходит после того, как особенно долгий и трудный закон перевалил через это второе чтение. После того, как юридическая комиссия вносит какие-то правки в текст законопроекта, он должен быть рассмотрен в Государственной Думе в третьем чтении. Это чтение часто называют техническим, так как если депутаты определили судьбу закона во втором чтении, в третьем чтении наверняка судьба будет такой же. Именно с момента принятия Государственной Думы в третьем чтении законопроект является законом. Но процесс принятия его еще пока не завершен. Юридической силы такой закон пока не имеет. После Государственной Думы закон поступает на рассмотрение Совета Федерации. Если члены Верхней Палаты Парламента большинством голосов одобряют данный текст, он поступает на следующий уровень законотворческого процесса. Если же Совет Федерации большинством голосов отклоняет текст данного закона, между Государственной Думой и Советом Федерации создается согласительная комиссия. В эту согласительную комиссию входят депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации профильных комиссий и комитетов. Они должны исправить текст так, чтобы он устраивал как Нижнюю, так и Верхнюю Палату Парламента. Если после этого и Государственная Дума и Совет Федерации еще раз утвердят текст данного закона, будет считаться, что данная стадия его создания завершена. Четвертой стадией является подписание закона президентом Российской Федерации. Президент, как несложно догадаться, может подписать, а может и не подписать данный закон. Во втором случае считается, что президент применил свое право отлагательного вета, или чаще его называют просто правом вета. Преодолеть президентское вето можно двумя разными способами. Обычно в этом случае создается согласительная комиссия, в которую входят депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и представители администрации президента. Они должны исправить текст таким образом, чтобы все три субъекта к законотворческой деятельности согласились бы с данным текстом. Иногда члены парламента не желают идти на уступки президенту. В этом случае президентское вето можно преодолеть другим способом. Если Государственная Дума двумя третями голосов проголосует за текст данного закона в действующей редакции, а Совет Федерации утвердит это решение тремя четвертями голосов, то президент обязан будет подписать текст в течение семи дней. В Российской Федерации такое было лишь однажды. В середине 90-х годов действовавший тогда президент Борис Николаевич Хельцин неоднократно пытался возвратить в Германию трофейные ценности, вывезенные советскими военными в 1945-46 годах. Депутаты Государственной Думы, среди которых преобладали коммунисты, категорически не желали идти на такой шаг. Подобное возвращение культурных ценностей называется реституцией. И в 1996 году депутаты Государственной Думы приняли закон о реституции, которому фактически блокировали президентскую инициативу. Совет Федерации большинством голосов одобрил данный закон. Президент, разумеется, отказался его подписать, потому что в этом случае получалось бы, что все заявления, которые он делал за рубежом, в частности в Германии, будут расходиться с его действиями. Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации переголосовали данный законопроект, и он набрал две трети голосов депутатов Нижней Палаты и три четверти голосов членов Совета Федерации. Президент вынужден был подписать данный закон. Правда, он тут же обратился в Конституционный суд с просьбой признать закон, не соответствующий конституционным принципам России. Существуют некоторые различия в процедуре принятия федерального закона и федерального конституционного закона. Рассмотрим их в виде таблицы. Если для принятия и одобрения федерального закона требуется простое большинство голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, то для федерального конституционного закона этого уже недостаточно. Такая разница связана с тем, что федеральные конституционные законы, как мы уже видели, занимают более высокое место в иерархии российского права. Обратите внимание, что при принятии федеральных конституционных законов президент лишен права вета. Это объясняется тем, что депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации уже утвердили данный текст квалифицированным большинством голосов и в случае чего легко преодолеют президентские возражения. Предпоследней стадией законотворческого процесса является опубликование закона. Закон должен быть опубликован не в любых СМИ, а только в двух газетах – Российской газете и Парламентской газете, а также в журнале Собрания законодательства Российской Федерации. Но закон не вступает в силу в момент публикации. Это происходит только через 10 дней с момента его официального публикования. Этот срок необходим для того, чтобы все заинтересованные лица ознакомились с текстом данного закона. В России, как мы с вами уже говорили, действует презумпция знания права, согласно которой незнание закона не освобождает от ответственности. Итак, мы рассмотрели с вами структуру российского права и убедились, что механизм его создания и функционирования детально прописан в Конституции РФ. Однако основной закон нашего государства содержит и другие нормы, описывающие общий характер государства, механизм функционирования его важнейших органов. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. А наш сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok